Слепую Гурцкую публично разоблачил ее муж. Потрясаны все! Диана Гурцкая с супругом впервые рассказали о трудностях в семейной жизни. Популярная певица Диана Гурцкая на днях отметила 38-летие. Юбилей исполнительница отметила в эфире программы «Пусть говорят». В студии собрались друзья и родственники звезды. Муж, адвокат Петр Кучеренко, рассказал неожиданную правду о семейной жизни с певицей. Диана кажется хрупкой, беззащитной. На самом деле это не так. Гурцкая кремя. У нее взрывной дружинский характер. Она очень ремнивая. Частенько устраивает мужу цельной ревности. Диана и Петр поженились в 2005 году. Свадьба состоялась на широкую ногу. Дорогой ресторан, множество гостей, причем не только родных и близких, но и представители отечественного шоу-бизнеса. Интересно, на свадьбе Гурцкая категорически не хотела целоваться с новоиспеченным супругом. Это не принято на свадьбах в Западной Грузии. Более того, Петр и Диана ни разу не целовались до свадьбы. Да, и после тоже, в принципе, буквально шокировала в публику своим заявлением. Гурцкая. Будущий супруг, по словам Дианы, никогда не пугал ее громкими словами и поступками. Они долгое время были в... Объяснялся с ней очень спокойно. Пригласил в кино. Вначале Диана не хотела идти. Однако послушалась брата Роберта, узнала, что Петр уже выслал к ней машину и согласилась. Я смотрела фильм «Богиня, которая полюбила». Я безумно люблю Литвиновю. Видимо, он об этом разузнал, рассказала Гурцкая. То есть, во всем виновата Рената Литвинова, заключил Андрей Малахов. Диана – это такой взрывной грузинский характер. Диана очень ревнивая, она страшно обидчивая. Мы поссоримся, я, как всегда, делаю первый шаг, а Диана будет сидеть и молчать обиженно. Но слушайте, и у меня характер, не сахар далеко, и ей приходилось со мной мучиться и притираться. И всякое бывало в жизни, и ссорились вми, и какие-то драмы локальные, повидал супруг певицы Петр Кучеренко. По его словам, ему тяжело далось рождение сына Константина. Должно произойти, по теории, я такой, а, какое сейчас все случилось, сын, сын, сын. Я ничего не мог понять. Сын – это смысл пеленок. Думаешь, господи, зачем все это нужно? Шторы финичистку повесили, принесли, еще что-то сделали. Наступает такое чувство усталости, какого-то отупения. Начинаешь придумывать какие-то поводы. А, пойду погуляю, даже если никаких дел не будет. Вечером придешь, тебя ждет сцена. Это еще хуже. Дорчу Петр Кучеренко, признавшись, что даже в какой-то момент пожалел, что стал отцом. Однако, он отметил, я вывел для себя теорию. Когда женщина носит ребенка под сердцем, она этот сусор с любовью уже получает переполненным. А мужчина получает его пустым. И только первые шаги – это слово «папа». Боже, а вот для Дианы ожидание малыша сопровождалось большими сомнениями и страхом. Это невероятное ощущение. Это счастье, которое, наверное, каждая женщина может ощутить после рождения малыша. У меня сразу такое ощущение – желание защитить его от всяческих бед. Господи, это такое счастье. Господи, мой малыш. Но это рождение ребенка не только, чтобы переживала. Тут очень много вопросов было. А что будет? А как будет? В моем случае, я признаюсь, было о чем думать. Поэтому я переживала. Девушка, мой педиатр, который сказал, что у тебя малыша все в порядке с развитием. Все это было счастье. На самом деле, призналась Гурцкая. Гурцкая требует у Грузии извинений за мат в адрес Путина. Заслуженная артистка России грузинского происхождения Диана Гурцкая потребовала у власти. В Грузии официальных извинений за оскорбление грузинским ведущим президента России Владимира Путина. Также она просит власти страны дать оценку включившемуся. Ведущий канал Рустави2 позволил себе жесткие выражения в адрес российского лидера, не избежав несознанной лексики. Гурцкая считает включившуюся позором. Меня просто отверг взяла, когда я услышала вступление журналиста. Подобные высказывания в адрес какого-либо на телевидении просто недопустимы. Совершенно неважно, проблемы ли с психикой у журналистов, или это осознанная провокация и жажда. И растратовать славу, цитирует Гурцкая Реа Новости. Ранее звезда уральских ремень пригрозил расправой грузинскому обидчику Путина. Гурцкая увидела проблему в Голосе после победы дочери Алсу. Певица Диана Гурцкая прокомментировала победу дочери Алсу Микеле Абрамовой на телешоу «Голос. Дети». Об этом сообщает Реа Новости. По ее словам, формат конкурса «Голос. Дети» является неверным. Она также добавила, что подобный взрослый конкурс может стать настоящей драмой, а не путевкой в жизнь. При этом Гурцкая подчеркнула, что победительницей конкурса дочка Алсу спела отлично. Боль и обида терзают Диану Гурцкую после смерти Юлии Началовой. Певица Диана Гурцкая прокомментировала смерть коллеги по сцене артистки Юлии Началовой. По словам Гурцкой, она до последнего дня надеялась, что началу поправиться. Очень сложно, очень обидно и больно. Она всегда будет с нами. И сама еле осознаю, что говорю о ней как об уходшей. Она была для нас лучезарной и такой улыбчивой, всегда позитивной. Любила жизнь, любила все вокруг. Себя, любила всех нас. Цитирует Гурцкую, канал 360. Ранее Балерий Леон поделился воспоминаниями о Юлии Началовой. Российская певица, заведующая Юлия Началова, была госпиталом, алилизированным 8 марта. Позднее артистку являли в состоянии спусты и нахомы. Сегодня, 16 марта, врачи провели началовой операцию. Исполнительница встречалась в возрасте 3,8 лет. Официальный представитель началовой отступила ее в смерть. Певица Диана Гурцкая выступила на фестивале в Центре Гармония. В Центре культуры Гармония на Думбинске прошел окружной этап фестиваля из Кузина и Москва. И детей и молодежи с инвалидностью от 5 до 35 лет. Его организатором выступил Центр социо-культурной реабилитации Дианы Гурцкой. Под ведомством Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. Поддержать ребят во время выступления приехала сама певица. Диана Гурцкая поприветствовала всех присутствующих и спела несколько своих песен, в том числе и гимн фестиваля «Когда мы вместе», который она исполнила всеми участниками фестиваля, рассказали администрации учреждения культуры. Фестиваль ежегодно проводится в 20 округах столицы и направлен на выявление творчески одаренных детей и молодых людей с малинностью. В дальнейшем многие из них принимают активное участие в Жизни Центре социо-культурной реабилитации Дианы Гурцкая, где находят новых друзей, развивают свои таланты и, конечно же, посещают творческие вечера с услужной артисткой России. Диана Гурцкая – российская и грузинская эстрадная певица, при популярности которой пришелся на начало 2000-х годов. Отсутствие зрения не помешало девушке сделать музыкальную карьеру, стать услужной артисткой России и войти в состав общественной палаты. Диана участвует в благотворительных акциях, которые способствуют развитию программы «Ручих инвалидов» и «Детство» и «Диана Гудаева-Гурцкая» власть с сухой 2 июля 1932 года. Она стала четвертым по счету ребенком в семье больше, чем в шестерах, которые уже с ума. По мнению офтальмового, у девочки не было ни единого шанса на то, чтобы видеть. Это было потрясение для семьи. В честь родителей они решили, что девочка должна расти, как все. Растили Диану так же, как и старших детей. Сила духа Дианы проявилась с ранних лет, ведь мало кто из физически здоровых людей побывается на вершине музыкального олимпанта. С детства будущая звезда мечтала стать певицей. Поддержку она нашла, ведь за мамой, за Ирой. Восемь лет уже являясь ученицей пилистского интерната для незрачих и слабовидящих детей, Диана сумела будить музыкальным педагогом, что, несмотря ни на что, сумеет выучиться в игре на пиано. Дебют ее состоялся в 10-летнем возрасте в дуэте с фирмой Цехадзе. Девочка и кружинская певица вместе выступили на подмостках в певицкой филармонии. Ирма заметила юные обдарования на музыкальном конкурсе. После переезда в Москву вместе с семьей Диана Куцкая поступает на эстрадное отделение московского музыкального училища в Ленинградзе. Продолжение следует...